Данный выпуск носит мотивационный посыл. Я расскажу о двух людях, прошедших через концлагеря смерти и добавлю к этому свои мысли, которые зародят вас нечто большее. Приятного просмотра. Иван Васильевич Удодов родился 20 мая 1924 года, поселок Глубокий, Ростовская область. В 41 году, когда Ивану было 17 лет, он был схвачен немцами и депортирован в концлагерь Бухенвальд. Когда его освободили в 45-м, он весил около 30 килограмм. Его несли на руках просто потому, что он уже не мог самостоятельно передвигаться. За почти год реабилитации в больнично-санаторном режиме Иван прибавил к своему весу всего несколько килограммов. Это все еще была крайняя степень дистрофии и полное истощение нервной системы. В 47 году для укрепления здоровья он начал заниматься в зале тяжелой атлетикой. Прогресс был впечатляющим. Вскоре он стал лучшим в Ростове тяжелоатлетом в легчайшей весовой категории. В 51 году Иван получил звание чемпиона СССР. В 52 он стал первым в истории советской тяжелой атлетики олимпийским чемпионом в Хельсинки. В 53-м в Стокгольме завоевал титулы чемпиона мира и Европы. В два следующие года был удостоен серебряных наград в Вене и Мюнхене. Четырежды становился сильнейшим в чемпионатах СССР. Своими победами на тяжелоатлетическом помосте Иван убедительно доказал, что находясь на грани физической гибели, духовно, морально, он не был сломлен, но закалился так, что никакие нагрузки и испытания большого спорта не смогли его испугать. Иван Васильевич ушел из жизни 16 октября 1981 года. Данная история отражена мною в достаточно сокращенной форме лишь потому, что посыл ролика не в конкретном человеке, а в идее преодоления сложных ситуаций. И тут мы подошли к следующему герою, который на момент заключения в концлагере уже имел собственную разработку в разделе психологии под названием «Логотерапия», методика которой позволяла эффективно преодолевать депрессию. И данные жизненные обстоятельства подвергали его теорию самой жестокой проверки на прочность. Виктор Франкл был освобожден из концлагеря 27 апреля 1945 года, и в ходе выживания он спас тысячи жизней, переходя из лагеря в лагерь. Позже, когда все тяготы войны остались позади, он дополнил свои наработки осмысленным опытом, и его методика набирает большую популярность в социальных кругах, а главное в клинической психологии. Согласно его теории, преодоление депрессии заключается в поиске и реализации личного смысла жизни. Франкл быстро обнаружил, что вопрос «Выживем ли мы здесь?» не так значим, как другой вопрос «Имеют ли смысл наши страдания?», потому что если в них нет смысла, то и выживать незачем. Остаться человеком значит найти этот смысл и поддерживать в себе стремления, которые с ним связаны. Я приведу наиболее сильные умозаключения Виктора. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Не ставьте себе целью успех. Чем больше вы будете стремиться к нему, сделав его своей целью, тем вернее вы его упустите. Успеха, как и счастья, нельзя добиваться. Он приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу, более значительному, чем ты сам. Живи так, словно живешь уже второй раз и при первой попытке испортил все, что только можно испортить. Утрата смысла жизни – основная проблема современного общества, все остальные проблемы из нее проистекают. Но у каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, а жизнь его неповторима. И поэтому задача каждого человека настолько же уникальна, насколько уникальна и его возможность выполнить эту задачу. Стремление найти смысл жизни является главной мотивирующей силой в человеке. Я не побоюсь сказать, что в мире не существует более действующей помощи для выживания. Даже в самых ужасных условиях тебя спасет лишь знание, что твоя жизнь имеет смысл. От себя хочу дополнить то, как я вижу данную проблему. Чаще всего смысл жизни – это яркая мечта, которую трудно достичь. Чем старше мы становимся, тем более приземленным становится наш взгляд на жизнь, так как все больше жизненного опыта нам подсказывает, что не все так просто. И в этом проблема любого взросления. Ты понимаешь, что соотношение мечты и глобальных масштабов или суммы простых бытовых мечт – все это требует гораздо больших временных инвестиций, нежели то, что тебе отведено на эту жизнь. Переходя от чего-то заоблачного, постепенно уменьшая свой смысл жизни до простого существования с долей комфорта, ты начинаешь дышать гребаной мирской суетой, которой впоследствии нет ни ценности, ни повода быть увековеченной в веках. Если ты задаешься вопросом, а где найти мотивацию, где взять новые силы и вдохновения, как преодолеть застой или тяжелые долгосрочные обстоятельства, я задам тебе встречный вопрос – а есть ли у тебя вообще смысл твоей жизни? Достойный смысл, который не является твоим обязательством перед кем-то, а искренней личной целью и желанием? Для общего понимания я скажу проще. Есть ли у тебя вопрос, на который ты ищешь ответ? Задал ли ты себе такой вопрос, ответ на который скрывается не в поисковой системе интернета? Вопрос. Поиск ответа на который будет согревать тебя в самый холодный день и в самых мрачных дебрях этого мира. Вопрос, который действительно горит в тебе, никогда не будет связан с чем-то вроде обезьянных атрибутов самоутверждения. На волоске от смерти ты не будешь думать, от того ли человека ты выбрал своим спутником, или на какой машине ты ездил, или в каком доме ты жил, кто тебя знал и кому ты пожал руку. Твой вопрос должен быть настолько сложным и ярким, что сами боги будут хотеть, чтобы ты этот ответ нашел. Только при наличии сильного стремления у жизни будут на тебя большие планы. Только при наличии такого сильного и меняющего реальность вопроса ты сможешь сокрушить самого дьявола. А иначе, зачем тогда жить? Найди свой вопрос и удовлетвори свою потребность в поиске ответа, пройдя любые испытания, потому что в противном случае это не жизнь, а существование, которое дестабилизируется любого рода препятствием. Поверь, что ты сможешь повлиять на этот мир, на историю или социальные проблемы. Поверь, что ты нужен этой планете и человечеству. И у тебя есть, что предложить, и сделать это так грандиозно. Что годы страданий и преодолений будут казаться пылинкой, которая слегка затуманила лобовое стекло перед неизбежной победой и линией финиша. Подумай. Найди свой личный вопрос и ищи ответ так фанатично, как не делают это даже самые крутые герои фильмов. Если вам понравился такой контент, дайте знать об этом в виде лайков и комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok